Лично для меня вы должны быть точной копией моего парня. Ой, Полина решила всем заявить сразу, что она вот на своем мех. Беру половину. Меня в Карине устраивает все, кроме ее агрессии. Так, из-за меня повар, короче. Помню, что она постоянно мне какие-то гадости говорила. Ну не прям. На вкус сейчас тоже скажу. Что, ты уже думаешь повторить за мной? Нет, конечно. Естественно, я все испортила. Что-то видите, ребят, с такими формочками вот даже елочка не какущая получается. Это не формочки, а тесто твое, Карина. Какой-то пластилин плейдос, смешанный с коричневым цветом. Не знаю, реально. Блин, тесто надо было оставить, пожрать сейчас чуть-чуть. Грязь от машин, нормально ты сравнила. Всем привет, ребята. Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. И так-то скоро Новый год, 2024, и мы здесь с Полиной собрались не просто так. Да, кто не знает, это моя родная сестра. Сегодня у нас супер-мега-новогодний выпуск. Мы будем готовить печеньки, а точнее соревноваться, кто их приготовит лучше. Пока что мы дома, но прямо сейчас мы выдвигаемся в одно очень прикольное место, где мы и будем это делать. Да, и сегодня мы с Полиной, так скажем, сразимся. Поймем, чьи печеньки вкуснее. И в этом нам поможет моя помощница, которая заранее еще подготовила вопросы, которые будет задавать нам во время готовки. И также оценит наши печеньки по трем критериям. А именно вкус, подача и внешний вид. Да, мы желаем вам приятного просмотра. Мы переместимся сейчас в другую точку. Не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал. Все ссылочки на мои социальные сети вы тоже можете найти ниже в описании. А также мы с Полиной спрятали в этом ролике 5 эмодзи. И чтобы их найти, вам нужно досмотреть целый ролик до конца. И отправить мне потом эти стикеры в директ в инстаграме. Для того, чтобы получать лайки, переписываться со мной и всякие видеоприветики, там раскладики. В общем, я всем постоянно какие-нибудь сюрпризы делаю. Поэтому подписываемся. Всех еще раз с наступающим Новым Годом. Всем приятного просмотра. Мы можем начинать. Ну что, Полина, давай смотреть на рецепт и потихонечку приступать. Я думаю, что мы можем начать как раз с вопроса, который нам сейчас озвучат. А я буду пока, не знаю как Полина, перемешивать две муки. В принципе, как сказано в рецепте. Нужно соединить и миндальную, получается, да, и классическую. Вот тут у меня миндальная, тут классическая. Ну, обе смешаем давай. Да? Ну, давай, да, обе смешаем. Я начну тогда с миндальной. Девочки, как вас покорить? Как нас покорить, Полин? Ну, если в плане дружбы, я считаю, что человек должен быть эмпатичным, добрым и приятным в общении, чтобы было что обсудить. Угу. Много общих тем. И если в плане отношений, то лично для меня вы должны быть точной копией моего парня. Ой, Полина решила всем заявить сразу с первого вопроса, что она в отношениях. Спасибо за эксклюзивчик, дорогая моя. Супер. Ну, я считаю, чтобы меня покорить, во-первых, нужно, чтобы человек был подходящий, чтобы чувствовался коннект какой-то, и чтобы в поступках у вас, наверное, было какое-то соприкосновение. То есть вы любили точно так же радовать там, да, взаимно друг друга, проводить время там, да, друг с другом. Это какие-то неожиданные приятные сюрпризы, это адекватное поведение без каких-либо там докапываний. Поэтому я думаю, что, в принципе, этого достаточно. Главное, чтобы человек был подходящий. Так, держи миндальную. Я беру обычную. Так, обычной нужно 150 грамм, а миндальной нужно было 50. Угу. У нас тут мерные стаканчики, чтобы не ошибиться. Я никогда не пользуюсь в готовке миндальной мукой. Не знаю, какая она на вкус даже. Мне кажется, она наоборот так. Прям нормально придает вкус. Я же миндальные всякие печенья покупающиеся, протеиновые вот эти вот штуки. Делают прям даже на миндальной муке. Так, дальше что нам нужно с тобой? Сахар, да? Сахара 70 грамм. Но я добавлю поменьше. У меня не будут сильно сладкие печенья. Лично я так думаю. Давай не повторять друг за другом. Хорошо. Я добавлю 70, не 70, где-то 50 грамм сахара я добавила в свои печенья. Давай, я тебе помогу. Карина, ты... Спасибо за помощь, Карина. Ты же хочешь побольше добавить? Так, супер. Перемешиваем с сахаром. Делают, что вам нравится в самих себе? Очень интересный вопрос. Как бы на него ответить? Не, мне вообще все нравится в себе, если честно. За исключением характера, наверное, да, и каких-то придирков постоянно к мелочам. Вот это единственное, о чем мне не нравится. Ну да, на самом деле мне тоже все в себе нравится. Есть несколько фактов, которые мне не нравятся в себе, но это легко исправить. Отвечаю, что мне все нравится в себе. Далее нам нужно добавить разрыхлитель и лимонную цедру. Цедра у нас уже готовенькая имеется, а разрыхлитель нам нужно примерно чайную ложечку. Я на глаз насыплю, потому что... Лимонную цедру насыплю себе вот так вот, чуть-чуть на ноготь и добавлю. Так, и разрыхлитель, где он? Ах, ты как, на глаз добавила? Да. Не знаю, я боюсь. Я на кончике вилочки добавлю разрыхлитель. Не, мне по кайфу, я все на глаз буду. Все, у Полины первой все посыпалось. Вы тоже, ребятки, там оценивайте, кто как у нас там готовит, у кого получается, у кого нет. Ну что, собственно, у нас там следующий этап. Масло. Масло, да, у нас имеется два масла. Что для вас является самой идеальной карьерой? Самая идеальная карьера? Нужно прям назвать, да, карьеру? Ну, естественно, это видеоблогер для меня сейчас. Видеоблогер, который дружит с головой, который, не знаю, умеет правильно делегировать, у которого есть огромная команда и человек, который горит тем, чем он занимается. Ему нравится все, что он делает, и у него есть, там, не знаю, огромное количество каких-то дел, которые доставляют ему удовольствие, в том числе и бизнес, который приносит человеку пассивный доход, в том числе, там, да, и какие-то путешествия, командировки. И это все происходит без нервов, сглажено и прям вот идеально. Вот для меня это шикарная карьера, я так считаю. Главное — доход. Я пока не представляю свою идеальную карьеру, потому что я в замешательстве, я не понимаю, я не знаю, что будет завтра, поэтому я не определилась еще, что я хочу от себя, от своей карьеры. Ну, танцы, наверное, да, потому что я полжизни занимаюсь танцами, хип-хопом, вот, и, может быть, с этим я свяжу жизнь свою, но пока представления о идеальной карьере у меня нет. Теперь нам нужно добавить масло. Оно у нас и так такое мягенькое, поэтому... Здесь написано разделить на кубики, но, мне кажется, нам не обязательно... Можно даже вот так, потому что оно и так чуть-чуть подтаявшее, но оно в форме. Я прям так добавлю, ручки у меня чистые. Скорее, две... Сколько? А тут сколько грамм? Я молчу. Подождите, подождите. Масло сто, ладно, беру половину. Ну, ничего страшного, я взяла чуть-чуть побольше, вот, я разделила, грубо говоря, пополам и растираю. Что вас устраивает друг в друге, а что нет? Меня в Карине устраивает все, кроме ее агрессии. Она может иногда ее не контролировать и перебарщивать. Я могу контролировать свою агрессию. И все? Да. Все устраивает? Да. Да. А в тебе, подожди, а во мне что не устраивает? А, меня в тебе не устраивает. И сейчас список огромный. Так. Ну, твоя лень иногда, чрезмерная, когда просто лежишь такая, вот, сегодня у меня день положен для чила. И так неделю. Ну, ладно, хоть с учебой, благо, как бы, Полиночка у нас учится, но все-таки такой подростковый переломный этап. Так что, Полина у нас даже инстаграм особо не ведет. Не особо, а не ведет. Ну, как-то у тебя есть там, например, для друзей инстаграм. Ну, это не считается. Все, меня все остальное в Полине устраивает. Только, ну да, ну, у Полины агрессии нет. У Полины есть талант иногда подпортить настроение. Прям очень вовремя и за одну секунду. Это, наверное, она от меня взяла, да? Это Полиночка от меня, да. Блин, я так любила в детстве. У меня бабушка, короче, ребят, готовила раньше рулет. Помнишь, она также растирала все в маленькую крошку. Я не помню. И добавляла. В общем, мы с бабушкой, когда готовили в детстве, постоянно вместе, когда там бабуля, то рулет там соберется готовить, то еще что-нибудь. Для приготовления вечно что-то вот так растирает. А я же не шарила тогда, но маленькая была, как, что она там смешивает, в каких пропорциях. И мне было так интересно. У меня сейчас прям такая новогодняя ассоциация, как будто бы мы готовим что-то супер вкусное. Так, ну я растерла, но я считаю, что мне нужно чуть-чуть добавить муки еще сюда. А я отойду руки, по-моему. Чтобы прям было супер. Так, пока Полинка моет руки, я немножечко подколдую здесь, не по-кухарски, конечно, но я чуть-чуть добавила муки. Так, после того, как мы разотрем всю эту красоту, что нам нужно сделать? Иса. Такие мы с тобой, Полина, повара. Ну посмотрим, что получится, ребятки. Потому что новогоднее настроение имеется, и печеньки новогодние тоже должны быть прекрасными. Так, масло бы нам куда-то убрать. Масло положи вон, направо куда-нибудь. И мое тоже. Девочки, от недели до месяца сколько сможете без телефона? Смотря что будет взамен за это. Да, если от недели, то неделя. Да. Ну, без телефона я бы смогла прожить неделю, да, где-то. Даже две недели. Если бы это был какой-нибудь, там, например, отпуск, все включено, где тебе не до телефона, но при этом имеется фотограф с камерой. То есть так же считается, например. Ну да. Я бы хотела делать контент, да, как-то влог снимать, но без телефона я бы спокойно справилась. Я уже добавила яйцо, пока Карина моет руки, и я не знаю, как из этого должно получиться тесто. Я тоже сомневаюсь, слушай. Какое-то оно жидкое, да? Нам придется борщить с мукой, мне кажется. Ну, сейчас посмотрим. Полина уже тут добавила яйцо, я тоже добавлю. Блядь. Так, из-за меня повар, короче. Че, хочешь яичницу новогоднюю, Поль? Так, оп, грамотно мы. У Полины уже быстрее получается приготовить. Знаете, вот, ребят, как говорится, и как вообще в целом я говорю, говорит моя мама, говорит Полина, мне готовить вообще категорически запрещено, пока я нормально не научусь это делать. Потому что обычно после готовки, вот почему я не готовлю, я что-то начинаю делать, и потом убираться дольше, чем есть. Так что реально проще заказать, я вам скажу. Так, а сломаю я, наверное, вот об эту пластмассовую штучку. Так, оп. И теперь идеально. У меня очень жидкое тесто получилось, я не знаю, написано мешать руками, но как-то не очень. Ну да, тесто получается жидковатое, но ничего. Сейчас мы муки чуть-чуть добавим. И печенек, что-то мало как будто, да? Короче, мы сейчас, получается, по-свойски будем с тобой. Нормально. Экспериментировать. Потому что надо, чтобы в итоге у нас получились нормальные печенья. Надо бы тесто сделать сначала. А вот это, что-то мне кажется, немножечко не тесто. Покажи. Как вам тесто? У меня больше на тесто похоже, покажется. Что-то тут в пропорциях, я вам скажу, ребятки. Маловато муки. Делайте другу подлость, о которой сейчас жалеете. Ну я Полину доводила часто. Мягко сказано. Почему? Ну расскажи, например. Вот я об этом жалею. Сейчас Поля расскажет о чем. Я не знаю о чем. Ты знаешь, я тебе рассказывала. Как ты не знаешь? Ну я не помню, я маленькая была. Я помню, что она постоянно мне какие-то гадости говорила. Ну не прям. Могла какую-то страшилку рассказать, когда я заснуть пытаюсь. Я потом не могла заснуть. Ну вот, это я просто любила доводить, Полин. И все. Вот об этом я жалею. Потому что тогда Полинка была такой прям маленькой ангелской принцессой. А я любила взять, довести настроение всем. Испортить, блин. Ну я не знаю, есть ли у меня такое, если есть. Я не помню, чтобы я делала какую-то подлость. Но может тоже как-то, когда поссорились, что-то лишнего могла наговорить. Так, короче, я тесто вывалю из миски вот сюда. Потому что сказано, оно должно получиться нормальным, мягким. И уже вручную сейчас буду домешивать. Полина добавила мне муки, ребят. И, собственно, что-то мне кажется, что тут нужно будет прям нормально с этим тестом поиграться. Короче, я сейчас на стол насыплю муки. Ну и здесь прям дофига муки надо. Ну не, нормально, нормально. Вот у меня уже он не сильно прилипает. Просто, короче, муки нужно было побольше сделать. Я не знаю, у меня как будто тесто все жиже и жиже становится с каждым разом. Муки у нас уже давно не по пропорциям. Но зато посмотрим, как на вкус. И после того, как мы замешаем тесто, нам нужно будет его по рецепту убрать в холодильник на 30 минут. Да, к тому же оно и станет как бы еще тверже. Вот, ребят, посмотрите. Уже тесто не прилипает к рукам. На вкус сейчас тоже скажу. Слушайте, не сладкое. Прям вкусное печенье. Сейчас посмотрим, что у нас тут имеется. Краситель жидкий есть. У нас, ребятки, красный, голубой. И все. Это у нас глазурь белая для того, чтобы украсить печенье. Я думаю, что я добавлю в тесто сейчас красную глазурь. И у меня будет цветное тесто. Почему бы и нет? Я добавлю совсем чуть-чуть для цвета. Буквально три капельки. Короче, у меня уже почти готово идеальное тесто. Меня все устраивает. В принципе, смотрите, ребят, прям хорошо. Будет такое розоватое тесто. Сейчас только я перемешаю нормально. Дай, у тебя муки украду чуть-чуть. Следующий вопрос. Девочки, какое желание загадать на Новый год? Я загадаю. Наверное, самое стандартное, чтобы все мечты сбывались. Как говорится в аффирмациях, все события и обстоятельства складывались для меня самым наилучшим образом. Вот я, наверное, так. Нифига реально тесто вкусно очень. Да. Так, ну я не буду Полине напробовать, но мое, посмотрите, получилось какое-то супер, даже новогоднее, я вам скажу. Что, ты уже думаешь повторить за мной? Нет, конечно. У меня не сильно прилипает тесто к рукам, и оно вот такое вот получилось розовенькое. У Полины получилось классическое. И сейчас мы положим в холодильник это прекрасное тесто, и вернемся к вам через 30 минут. Но для вас это будет как одна секунда. Ну что, мы же у нас с Полиной любим нарушать правила, сказано подержать в холодильнике 30 минут, но мы решили 15 минут буквально, поэтому я сейчас возьму тесто быстренько, и мы начнем его раскатывать. Держи, Полька, твое. И мое. У меня пока нет идей, какие я печеньки хочу делать, но я думаю, буду импровизировать. Девочки, ваш любимый новогодний фильм. На счет три скажем? Да. Раз, два, три. Ёлки. Чарли, шоколадная фабрика, Полина. Это не новогодний фильм. Он новогодний? Он просто зимний. Полин, там все в преддверии Нового года ждали эти золотые билеты. У нас семью есть традиция, Карин, ёлки смотреть. Когда это? Чарли, шоколадная фабрика тоже, да, но я думала, ты ёлки скажешь. Так, все, я раскатываю тесто, ладно. Я чуть-чуть его пока подраскатываю. Короче, меня бесит эта подстилка, я без нее буду. У нас имеется пергамент. Мы на один противень будем вкладывать. Я думаю, что на два. Ты в своей духовке, а я в своей. Естественно, я все испортила. Вот такой у меня пергамент получился. Сразу видно повариха. Ну и на глаз, грубо говоря, да. Мое розовое прекрасное тесто, я думаю, что уже подраскаталось как надо. Я не хочу сильно тонкие печенья делать, поэтому оставлю так. И попробую начать с круглых. Дай муку, пожалуйста. Держи. Да, неплохо получается. Вот можно вот так прям класть по печеньке. Тогда, в принципе, я думаю, можно и духовку начать разогревать, чтобы сделать все быстрее. Так, в рецепте вообще указано, что нужно разогреть духовку до 180 градусов и выпекать 10-15 минут. Так что я быстренько пока, я вот так вот включаю духовку, чтобы она разогревалась до 180 градусов. Так, ну что, кругленькую печеньку попробовали. Сейчас я сделаю еще и в форме сердечка. Девочки, расскажите новогоднюю историю из детства. Новогоднюю историю из детства? Ну, у тебя есть какая-либо новогодняя история из детства? Ну, что-то не приходит ничего на ум. Может, как мы с тобой с горки на даче катались на прошлый год. Ну, это не совсем история. Ну, это обычная предновогодняя суета получается, когда ты там смотришь фильмы, что-то готовишь. Новогодние воспоминания еще, как мы все бегали постоянно под елку, ждали подарочки какие-то. Это было настолько сказочно. Блин, прикольно, что они у меня розовенькие. Вот человечка, я думаю, вряд ли сейчас получится у меня нормально сделать. Давайте посмотрим. Достаем его из формы аккуратненько. Вот такой он, чуть-чуть помятый, но если его положить вот так, чуть-чуть поддавить, получится неплохой человечек, я так думаю. Блин, надо было тебе синее тесто делать. Почему ты не захотела? Потому что я за классику минимализм. Так, Полина, у тебя вообще есть новогоднее настроение? Расскажи мне, пожалуйста. Ну, сейчас в такой обстановке есть. Есть? А, до этого, вот ты ехала на съемки, было новогоднее настроение? Ехала? Нет, было сонное настроение очень. Че-то видите, ребят, с такими формочками вот даже елочка не какущая получается. Это не формочка, а тесто твое, Карин. Нормально у меня тесто, я вот только что убедилась в этом, пока ты не видела. А, Полина, духовку там у нас вообще разогревать не хочет, да? А сколько вот она разогревать будет? Ну, у меня, я думаю, уже подразогрелась. Ну, сейчас включу, спасибо, что напомнила. Не, за что это, чтобы ты точно не проиграла, дорогуша моя, сегодня. Ты вообще, я так понимаю, тебе насрать, победить или нет, да? Тебе лишь бы печенье поесть потом в конце ролика. Расскажите про желания, которые еще не сбылось. А давай мы о желаниях, которые не сбылись в Телеграме в моем расскажем. Давай. У тебя вообще есть, что ответить-то? У тебя есть какие-то желания, которые не сбылись? Я это вставлю прямо сейчас, вот этот отрезок в Телеграм. Так что, дорогие мои, вы видите Ники на своих экранах, обязательно подписывайтесь. А мы сейчас ответим эксклюзивно для подписчиков Телеграма. Короче, тесто не заканчивается, а противень уже пустее. А я хотела еще за кадром, прикиньте, сделать печенек. Ну ничего, у нас же есть второй противень. Розовые печеньки у меня лежат на этом противне. А я, пожалуй, возьму еще один, который я откладывала. Смотрите, как идеально получилось. Еще и кусочек пергамента я заранее отрывала. Я думаю, я вмещу в один противень. Молодец. А я вот в эти розовые печеньки что-нибудь добавлю. Дайте-ка я в эти печеньки потру шоколада. И прямо в духовку. Интересно, как получится. У нас тут есть вот такие маленькие терочки, ребят. И я сейчас возьму и этой терочкой аккуратненько буду тереть в тесто. У нас же этот шоколад получается расплавиться. Я тоже возьму шоколад, но сделаю немного по-другому. А как интересно. Сейчас увидишь. Так, беру, смешиваю тесто с шоколадом. Слушайте, получается прям даже и вкусно пахнет. Какой-то пластилин плейдо смешанный с коричневым цветом. Не знаю, реально пойму. Очень аппетитно, Карин. Короче, я просто ножницами режу шоколад на кусочки. У меня всего одна печенька получилась шоколадная из остатков теста. Особенная, специально для нашего эксперта. Я также повторю за Полиной и сделаю одну особенную для эксперта с моей шоколадной крошкой. Карина, в начале видео давай не повторять за другую. А ты вообще с шоколадом за мной повторила, так что не выпендривай. У нас для всех тут шоколад лежит, извини меня. У меня получится одно вот такое конское огромное печенье. Посмотрим, как оно. Ну, ребят, нужно же как-то симпровизировать там. Вот такая вот печенюшечка будет одна большая у нас. На всю команду, как говорится. Так, я засовываю печеньки в духовку и второй. А ты прочитала, на сколько градусов нужно было ставить? 180. Блин, тесто надо было ставить, пожрать сейчас чуть-чуть. Дай-ка я украду. Ну что, дамы и господа, мы засунули наши прикрашенные печеньки в духовку. И сейчас будем ждать 30 минут. Итак, у меня печеньки уже готовы. Я вот так вот принарядила, сейчас буду их доставать. А, у меня не готовы. У меня уже начали подгорать некоторые. Ну почему? Куда, наверное, сюда надо. Ну да. Так, я пока посмотрю, как там мои печеньки. Ну все, мои тоже уже, ладно. Мои тоже можно доставать. Пускай. Я беру, открываю. У меня некоторые подгорели реально уже. А те, которые у меня были на нижнем ярусе, пусть еще чуть-чуть поготовятся. А я начну украшать пока вот эти печеньки. Попробую еще одну, чтобы убедиться, что они готовы. Калина уже наелась. Посмотрите, ребят, какой получился нежно-розовенький. Естественно, у нас тут большая тарелочка, это для гостей, для всех, кто принимает участие сейчас в создании этого ролика. А эта маленькая тарелочка, она получается для жюри. И мы с Полиной делаем по две печеньки на дегустацию. Ну что, дорогие мои, настало время у нас чего? Дегустации. Да, мы прямо сейчас предоставили прекрасную возможность нашему жюри попробовать печенье. Лина, у нас сколько решила печенье положить? Я решила три. Ну, выбрать нужно две. Да, нужно все-таки две. Вот потом. Менешний вид первое, да? Девочек буду оценивать по 10 баллов за каждый пункт. Но внешний вид мне нравится больше у Карины. Бааааа! Ладно. Больше нет отпечатки пальцев. Во-первых. Нет, а так вообще молодец. Нет, Арина вообще шик. Да, искусство, да? Да. Дорожный снег, знаешь, типа грязь от машин. Да. Как аппетитно. Грязь от машин, нормально ты сравнила. Так, это 10, а здесь, наверное, 7. Внешний вид, да? 10 и 7. Хорошо. Это внешний вид. Теперь по одной печеньке. Ты говори, ты одну любую и ты. И будем сравнивать по... Это подача была. Давай вот с этой начнем, золотистой. Так, золотистая у тебя какая? Сравниваем с этой. У меня давай вот с этой. Ну, здесь, наверное, сердечко не очень ровное. Ну, в принципе, нормальное, да? В принципе, да. Все идет. Я видела, как это готовится. Ну, вот, наверное, внешний вид мне нравится больше печеньки. Она такая более аппетитная. Поэтому здесь будет... Ну, я видела, что здесь краситель. Ну, ты не должна была этого видеть. Ну, по внешнему виду тогда мне нравились вообще очень красивые обе. А здесь вот эти две. Это вообще, я не знаю, что это такое. Какое? Ты знаешь, сердечко украшенное. Ты чего? Ну, вообще мило. Ну, да. Не знаю. Давайте на внешний вид одинаковые оценки поставим. Давай. 9 и 9. Договорились. Да, и пробуем теперь? Теперь пробуй. Вот эту? Угу. Ну, с нее, если хочешь, начать. Угу. Так, пошла моя первая печенька в ход. Ты с глазами. И сразу б, бац, и кусай Полинину. Нет, без рецептора, подожди. Ладно, стоп, рецептор. Все, вкус раскрылся, да? Конечно. Что, я не сделала секси-подачу тебе. А все поздно уже. Подожди, подожди. Я еще ем ее. Секси-подача. Е-мое. Ну, все, это победа. Подожди. А можно так было сразу? Красиво, красиво. Капец. Она переграла у нее шоу. Так, подожди. Плюс один-два. Плюс один-два. Плюс один-два. Я сейчас могу тоже переделать в ходе. Нет, ты можешь шоу добавить какое-нибудь. Давай, думай пока. Ну, что, можно пробовать дальше? Ну, все, да. Пробуй дальше. Могу макнуть? Могу. Подожди. Видишь сразу, какое сочетание? Корень это все. Это просто. Могу дальше не пробовать. Ну, все, не пробуй. Давай, по одной попробовала. Это мне. Угу. Такая же. Эта? Ты можешь любую, на самом деле, какую тебе. Да, какой тянет. Ну, вот эту, потому что на скрасителе, я не знаю, что там. Прикольно. Я не знаю. Ну, все, победила дружба, скажи тогда. Победила дружба. Это не важно. Победила? Дружба. Дестинская любовь. Да, иди сюда, Полечка. У меня все равно лучше. Это у меня лучше. Ну что, теперь мы с Полиной пробуем друг у друга печеньки. Уже у нас поднялось настроение. Тащи свой противень без подачи для гостей. Итак, а я тебя угощаю вот этим. Подожди, нет. Так я тебя этим... А, да? Да. Я сожрала уже то, что помощница делала. Блин, у тебя они прям... Получились прям как печенье. Они у нее хрустят. Они у нее реально прям... Вот печенье, ребят. А у меня помягче, согласись? Слушай, ну десяточка тебе, Полин. Тебе тоже. Да? Угу. У меня мягкие и вкусные? Да. Ну что, дорогие мои, у нас победила дружба с Полиной так-то. Мы вкусные печеньки попробовали, поготовили. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Не забывайте, что в этом ролике мы спрятали для вас три эмодзи, которые вы должны найти и отправить мне в директ в Инстаграме. А мы пойдем сейчас кушать печеньки, пить чаечек и радоваться в преддверии новогодних праздников. Так что, спасибо вам большое за просмотр. Всем пока. Пока, ребят.